Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфио Продоцелитель. Мы говорим о здоровье, и очень часто поступают такие вопросы по поводу того, вот от такой-то болезни лечат ли фрукты, либо сыроедение, есть ли у вас примеры полностью излечившихся на таком-то типе питания. У нас канал совершенно не посвящен типам питания, я вообще ни к каким типам питания не отношусь и не являюсь пропагандистом какого-то типа питания. Никакого питания просто нету, да, я, ну, скажем так, на своем примере это тоже показываю, что есть просто баловство, и пищевыми также различными продуктами можно, ну, растительного происхождения, например, да, управлять процессами очищения, восстановления, управлять процессами разблокировки, очищения своей внутренней среды. Ну, а остальное это просто либо баловство, либо баловство, которое работает уже откровенно в негатив. И я на самом деле вижу, ну, просто множество примеров, где, да, изменение типа питания у людей моментально, скажем так, приносило изменения по недугам, то есть это уходили симптомы. У кого-то очень быстро, у кого-то, может быть, со временем. Посмотрите в интернете, есть сейчас много порталов, групп, где это все подробно описывают люди с фотографиями, да, о том, как в том числе фруктоедение дало человеку вот возможность там распрощаться именно с активной симптоматикой. Ну, вот понимаете, когда вы спрашиваете, если вот там полное излечение, ну, я не занимаюсь именно фруктотерапией. То есть вы меня опять вот с кем-то путаете. Это вот Михаил Советов, например, да, вот он фруктотерапией работает, и у него тоже как бы замечательные результаты. Ну, это естественно, если человек уходит от того, что его убивают, и это уже дает облегчение при практически любых заболеваниях, в том числе так называемых психических заболеваниях, обязательно. Потому что токсикоз, да, внутренний, он усугубляет течение всех заболеваний, в том числе как бы психики. Ну, на самом деле на физическом плане это и есть болезни психики, просто вынесенные на физический план уже. И я не занимаюсь именно вот с лечением через сыроедную какую-то диету, либо вот фруктоедение. Некоторые думают, что вот можно просто временно пофруктоедить, как бы вылечиться, а потом жить опять как бы вот по полную силу. Тоже очень интересно. Ну, я занимаюсь именно профессиональной разблокировкой шлюзов очищения. По-моему, и управлением через натуральные средства и через работу с метафизикой, процессами самоочищения и самовосстановления. Здесь просто, ну, и та же фитотерапия во многом состоит из так называемых пищевых экстрактов, да. И коррекция диеты здесь это один из инструментов. Но я вот часто повторяю, в принципе, у меня есть пациенты, которые не собираются ничего менять сейчас по питанию, даже согласны, что что-то надо, но вот никак сейчас не получается. Почему не получается? У нас на канале куча роликов на эту тему о зависимости, как управляют и условно-патогенные микробиоты, как идёт зависимость и ментальная, эмоциональная, и зависимость по рецепторной, то есть там нейрологического характера. И это всего лишь один из инструментов. Ну, если его сейчас не получается применить, есть как бы вот инструменты фитотерапии, специальная гемиопатия, которую мы изготавливаем, и, ну, работу, кстати, по программам метафизики, то есть мы задаём вектор. Дальше оно будет как бы уже разглаживаться. Если есть время, да, если это уже четвёртая стадия онкологии, то вот не очень много времени. Желательно уже вот применить все инструменты. Натуральные, это натуральные инструменты. И что касается пищевой программы, это, по сути, инструмент, ну, меняем баловство негативное на баловство, которое помогает нам выходить из вот фундаментального вот этого состояния загаженности, то есть хронического этого токсикоза. И, естественно, там симптоматика многих-многих недугов отходит. У некоторых она отходит прямо с первого дня сыроедения, например. Ну, это обманчивое как бы освобождение. Потому что, вот вы спрашиваете, есть ли полностью излечившиеся. Невозможно излечиться, можно исцелиться, да, себя, и это значит прийти в целостность. Ну, для того, чтобы не было вообще никакой симптоматики и, скажем так, отработки прошлого, да, нужно дойти до вот той точки полного восстановления. Иначе будут, не будет симптомов там диабета и симптомов гипертонии, но будут все равно чистки, кризы, очищения. А на них как бы, ну, будет болеть что-то другое, будет печень задыхаться, будет сыпи какие-нибудь, волосы могут выпадать, да, из-за потери, к примеру, минералов. То есть там еще работать и работать. Но поэтому, ну, вот тоже, с одной стороны, кто-то делает вид, что не замечает, что людям становится легче при смене тяжелых наркотиков на такие сыроедные, легкие, а уж и там фруктоедные. А кто-то, наоборот, пытается найти там какую-то панацею. Никакие фрукты никого не лечат. Забудьте об этом. Да, с помощью фруктов, в принципе, и там сырых овощей, их соков тоже, можно управлять процессами, еще раз, разблокировки шлюзов очищения и подстегивать, да, и управлять процессами самоочищения и самовосстановления. Вообще-то наш организм исцеляет себя сам. Это никакие, вот прямо-таки, вот без фруктов, вот никто бы не вылечился, да. Это вот из той же оперы, что ты строишь себя из банана. Не банан, так вот, ну, умер бы. Это опять вот попытка перенести, что, ну, вот чудо, ну, не помогла чудо-таблетка. Попробуем чудо-бат. Чудо-бат что-то не действует. Ну, наверное, чудо-тип питания что-нибудь изменит. И многие попадают в этот капкан, что чудо-питание, да, ну, например, сыроедное, там, либо уже фруктоедение, там, или сока сразу некоторые пытаются перейти. Ну, три дня такого перехода некоторым стоят очень жестких последствий. А это всего лишь инструменты. И один из инструментов, и настолько резко применять, там, сразу уходить на сокотерапию, ну, будет очень жесткий криз очищения. У меня есть такие пациенты, и вот мы сейчас разгребаем это, да. То есть это неправильно примененный инструмент. Мы говорим о том, что, ну, хотя бы надо перестать убивать себя. Подождите этой пищей, стимулировать сильнейшее очищение. Мы учимся, вот, три фазы, так называемое, питание, вот, по моей, как говорят, это моя система. Мы вот там как раз это все перемалываем, что есть непровоцирующая мякоть плодов, да, которую нам надо, вот, приучить себя, просто, чтобы уметь снижать градус очищения. И куда сразу некоторые на сокотерапию, да, выходят. То есть здесь вот опять идет неправильное вот это понимание, что вот чудо ухватился, все, я аж на таком типе питания, теперь вот оно меня сейчас будет лечить. А вместо этого там идут кризы очищения, те становятся еще хуже. Но ты-то думаешь, что ты чудо-таблеткой как будто лечишься. Значит, ты вот это делаешь, и будет только хорошо. А проявления идут иногда еще и хуже. То есть симптоматика одних заболеваний уходит, а появляются симптомы жуткого токсикоза. И ты не выдерживаешь это. Валються белки, жиры, минералы теряются, микробиоты неправильно работают, Б-12 спадают запасы. Это я вам говорю из сегодняшней консультации. То есть это не только у меня было. И здесь это вот люди, да, а я обманываться рад. Мы сами здесь себя... Ну, я, кстати, вот у меня не было такого инструмента, как пищевое. То есть это уже шло естественным образом. Поэтому я смотрю на это крайне вот с осторожностью и вижу, что это, ну, опасный очень момент, когда пытаются перенести на тип питания вот последнюю какую-то надежду, что оно... Это мне напоминает, когда у меня там одна родственница там, ну, покрестилась. Так, теперь Бог будет помогать. Не помог, собака Бог. Тогда пойду к такому-то врачу. Врач потом оказался плохой, тоже не выздоравливает, нет вот того, чего хочу. Ну, тогда вот к целителю обращусь. Целитель тогда, помню, там сказал что-то пить, там чистится. Что-то тоже не понравилось. Все плохие. То есть это вот из той же оперы, когда вам любая бабушка скажет, ой, лекарства, ой, эти врачи, ой, мерзавцы, ой, не помогают. И при этом она к ним ходит и все это, таблетки принимает и так вот и живет. То есть ее это устраивает. Эта программа, это вот особенно у русских, это, да, такое, что они недовольны, там, начальником. Ну, начальника прав, да. Все. И здесь то же самое. Попытка – это перенос ответственности на кого-то, на что-то, на какое-то чудо. Еще раз повторяю. Никакое сыроедение, никакое фруктоедение или голодание, оно не лечит, оно меняет условия, оно, скажем так, как-то воздействует на процессы саморазблокировки, самоочищения, самовосстановления. Делаете это вы, пусть даже не руками, но у вас это заложен механизм. Если это не включается с той силой, как вам надо, мы можем и фруктами, и сыроедением, и фитотерапией, и гомеопатией, и плюс метафизикой подстегнуть эти процессы, но все равно они включаются у вас, по вашему геному, да, это программы с приведением себя в целостность. Причем по всем планам вообще-то пытается наша как бы многоплановая сущность, да, привести себя, потому что только на физическом плане оно не получится. Оно все равно, вы открываетесь на физическом плане, польется все из тонкого плана. Вы закрыты на физическом плане и гоняете энергии по менталам, там, по программам и по астралу, да, это будет прорваться, пытаться наружу, будет колбасить, да. Поэтому желательно все это делать одновременно, вот, раскрываться и раскрывать, по сути, вот, блоки по всем планам, чтобы энергия не застревала, чтобы она не искажалась, чтобы мы были, вот, проводником чистой энергии, а не так, что вроде бы внутри где-то идет поток Творца, а выходит наружу, наружу, что за реальность такая, что за говно вокруг, так это тебя отображают, да. Точнее то, как ты преломил это, в душе-то где-то в глубине, в искре Творца-то, конечно, ты не такой, но вот что ты видишь. Так вот, и попытки такого очищения ведут к тому, что это все выходит, и ты все равно, ну, не то чтобы поражаешься, ну, происходит изменение, происходит провокация, и здесь вот не нужно упираться в, только в какой-то там тип питания, к тому же это и не питание, тип баловства. Да, это мощный инструмент, и с ним желательно уметь обращаться, и как-то подходить к этому с умом, и анализировать, анализировать чужой опыт, ну, по-разному анализировать, не так, что, ой, да все пробуют, и ничего не получается. Почему не получается? Потому что зацепились, как за какой-то тип питания, вот там фруктоеды, мы идем за Андреем счастья, там это наш фюрер, да. Что-то фюреру плохо. Вспоминается, что фюрер от Германии, там вообще тоже был больной, на самом деле, пукал все время, что-то у него там не с варением было, тоже не могли нормального дать диетолога, хотя вот в ставке фашистской там много было, по-моему, там были и вегетарианцы, тот же Геринг, по-моему, да, Гиммлер. Ну, хорошо, и по поводу вот, да, тип питания, и вот начинают за него ухватываться и ждать какое-то чудо. А при чем здесь это? Процесс-то какой идет? Мы же все время повторяем. Блокировка, блокировка со стороны пищи, лекарства, вакцин, со стороны стрессов. Пища цементирует, как бы, его и поддерживает этот блок. И идет хроническое отравление. На нем, на этом фундаменте растут всякие, как бы, болезни. Так вот, чтобы выходить из болезни, из переклада, переложить фундамент, да, по сути, ну, откатать все это назад. Поэтому просто то, что ушли какие-то симптомы на сыроеде, у кого-то на веганстве ушло что-то, это ушли не болезни полностью, это симптоматика ушла. У Виктории Бутенко тоже симптоматика ушла там в первые недели. 20 лет она цеплялась за тип питания, цеплялась и так, и сяк. А вот, ну, очищаться нормально не смогла. Ну, и чем это все закончилось сейчас? Всякими кето-диетами. Но она бы не жилец была, она бы не дожилась до этого возраста в таком состоянии, как есть. Так что ей это все помогло, но дело не в типе питания. И никакие фрукты там, не сами овощи, не именно соки. Это всего лишь инструменты. Они могут не сработать, потому что вы этим инструментом, ну, побалуетесь, побалуетесь, забросите, да, либо параллельно будете гадить намного сильнее, чем этими инструментами чистить. Как бы нужно понимать, что это делает, да, а не пытаться, что вот теперь, я не знаю, опять же, я там социал-демократ, все, теперь вот живу только так, только как вот сказала партия. Ну, потом будет другая партия, потому что будете бегать из одной партии в другую. Причем, ну, вот то, что называют откатами, как бы разочарование будет там в цирогедине, пойдете в какую-то, кем-кетодиету, да, и начинается вот это вот блуждание. Здесь я все-таки вот на все такие вопросы, хочется, чтобы вот натыкались на этот ролик, и вот всем, как бы скоро автоматом будут у меня коллеги, да, присылать такое сообщение, что и мы не занимаемся типами питания, и тип питания не гарантирует очищение, восстановление, и никакие там фрукты, либо сырые какие-то продукты не гарантируют вам не то, что исцеление, даже не гарантируют, что особо что-то будет меняться, потому что это всего лишь инструменты. Нож не гарантирует, что операция пройдет успешно, да, но ножом операцию сделать как-то можно, а вот просто руками, может быть, и так легко и не получится. То есть нож дает возможность, но ничего еще не решает. И поэтому на все такие вопросы, нет, исцеление есть, и вижу это не только по себе, хотя оно у меня не полное, да, и как бы я к этому тоже еще иду. Безусловно, симптоматика, то, что называют симптоматика недугов, естественно, она уже там у меня давно ушла, но есть, как бы, затраты энергии и структуры на выход из вот того заблокированного состояния, которое, как бы, в котором пребывал я, и, скорее всего, вы, если у вас какие-то болезни и какие-то недомогания, особенно если это десятилетиями, да, и, как бы, если инструмент, так называемая пищевая программа, по сути, работал против, против вашей внутренней среды, туда, там, желательно что-то менять. Но это не то, что вы будете приобщены к какой-то группе людей. Поздравляю, вы сыроед, поздравляю, вы фруктоед. Это, от этого уже, по-моему, тошнить должно самих фруктоедов, да, или, там, сыроедов, что, ну, чувствуют, наверное, себя, как фашисты просто, что, вот, как бы, загоняют прямо в эту партию, да, и такое... И чем это все потом закончится? То, что заставят, как и тех же немцев, потом в Западной Германии руками откапывать могилы могилы еврейские. Ну, вот, неприятно, с запашком такое, как бы, ну, рано или поздно, так вот и на самом деле заставят. Если мы будем продолжать, как бы, тип питания возводить, вот, в культ. Это то же самое, что, вот, а мы не на героине, мы на марихуане, посмотрите, как это здорово. Но, кричат те, кто были раньше на героине, а так надо еще отмыться от героина. Я понимаю, вот, человек, ребенок фруктоедов, да, он всегда был на марихуане, да, ну, им это неинтересно, они не будут кричать. А кричат те, кто, вот, как и я, да, были на тяжелых наркотиках, перебрались вроде бы на какое-то время, неизвестно надолго ли, и точно ли перебрались, да, по некоторым есть и сомнения, там, на марихуану, и вот, и начинают, как бы, то воевать с этими героинщиками, как Юрий Фролов, то, как бы, успокаивать, как Михаил Советов, полгода, ну, и там все нормально, да, ну, хорошо. Не было бы разговоров, не было бы вот этого жуткого, нездорового интереса к типам питания, если бы все можно было вот так легко пройти. И, опять, да, я вот, как бы, призываю, обратите внимание и знакомых, да, вот, кто в этой теме, что это вот все, по-моему, время типов питания, оно должно просто, оно отходит, это уже реально надоело. И было течение, да, вот, сыроедения, говорят, это Сергей Добраздравин, как бы, тогда вот, зажег, и не только он, и всем им спасибо, и Михаил Советов поддержал со своим фруктоедением. Все это здорово. Сейчас куча примеров, когда рассказывают, как вот перешли на сырое, перешли на фрукты, ушли симптомы, но они-то пишут вам, что они исцелились. Это неправда в большинстве случаев. И это рано или поздно вскрывается, что это ушли симптомы, ушло напряжение этой болезни. Но это еще ничего не означает. Это не гарантия, это не приговор, что приговор снят. То есть речь идет о том, что это не заменяет. И в большинстве случаев, да, не получается. В большинстве случаев, да, идут откаты, потому что неправильно поставленное, как бы, скажем так, нет и не стратегической, да, вот этой задачи к целостности. И тактически, как бы, подмены идет, что, ну, вот, БАДы, кто-то мне, помню, говорил, как же можно жить без БАДов, вот на БАДах, я буду здорово. Это ты не здорово, бабушка там рассказывает. Это просто поддержка идет, там, да, хоть как-то оно регулируется. Или как вот Евгений Божьев, что все прекрасно, все чудесно, ну, надо вот мышцы растягивать, там, как бы, и будете жить долго и счастливо. Ну, вот, как бы, да, улучшит состояние, но не решает кардинально. Кстати, он тоже вот сейчас увлекся чистками, с его же слов. Посмотрим, как он почистится. Таким образом, вот, последний раз, да, под конец ролика повторяю. Нет, я вам такое не обещал. Это всего лишь один из инструментов, и к тому же, надо смотреть, как вы будете им оперировать. Жесткий, кстати, если это фруктовые соки, например. А если это мякоть бананов, фиников, авокадо, хороший инструмент, но в меру, который тоже просто позволит не есть то, что будет очень сильно убивать. Хотя, и теми же бананами, финиками, авокадо, можно так же себя, ну, чуть-чуть убивать, как бы, да, если это большие дозы. Это все инструменты, нужно смотреть, как мы их применяем. И ограничиваться одним ножом в операции, по-моему, неправильно. Там есть скальпель, там есть, вот, медсестра помогает, там есть тампончики, там нитки есть, с иголкой зашить, там множество различных инструментов. И давайте помогать друг другу, да, делиться вот опытом, а не хаять, что, ой, кто берет нож в руки, ой, это вообще не люди. Ну, нет, вы знаете, хорошего хирурга и с плохим ножом сделает хорошую операцию. Но, ну, наверное, воспользуется различными инструментами, поэтому он хороший хирург, да, и, как бы, и нам это всем дано. Мы от природы вообще вот идеальные хирурги сами себя. Я в это верю, свято, и вижу, как вот, по сути, как будто меня само, мое естество несет, вот, к восстановлению, к очищению, да, и, к счастью, пронесло меня мимо этих типов питания, как бы, как страшно, вот сейчас я смотрю со стороны, как это вот идет, эти войны, межпартийные, да, и все это чем заканчивается? Ну, какая-то одна партия устроит вам большевистский переворот, и забудем опять навсегда вообще про выбор. Выбора опять не будет, все будет стандартно, не знаю, таблеточное питание какое-нибудь, еще что-то. То, что, в принципе, государство пытается навязать, что вот, вот шаблон, по нему, как бы, вот и все будем болеть. Здесь, вот, важно выйти из этой игры, что мы, вот вне партии, мы вне партии, да, идет наша внутренняя политика, да, как говорят, нельзя быть вне политики, прекрасно, но нужно разобраться с политикой своей внутренней, да. Андрей Широков, Клуб Эфлия, природоцелитель, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова